Всем привет! Я начинаю новый влог и нам пора выходить, поэтому у меня с собой тушь и карандаш. Уже докрашусь по дороге. Ладно, и по дороге расскажу, куда мы едем. Я спортивные костюмы надела, бежевый. В общем, выезжаем и начинаем вложек. Итак, увидимся с вами поближе, как говорится. В общем, какие дела? Сейчас сижу, жду мужа и затем у нас... Он сейчас свои дела сделает. Ну, это быстро. И почему поехали? Решили заехать еще в магнит. Хотела сказать косметик, в гипермагнит. Точнее, он называется магнит экстра. Около нашего дома открылся, и это очень удобно. Ходим еще на Вайлберрис, там очень много посылок. Знаете, у меня появилось какое-то весеннее настроение, и я заказала кучу всякой одежды. Вот, а еще у меня новое какое-то увлечение голубым цветом. Зима была бежевой какой-то такой. Мне нравились бежевые оттенки, молочные, кремовые и всякие вот такие коричневые. Какие-то теплые, короче, оттенки. А сейчас мне прям хочется голубых вещей. Поэтому я заказала два варианта голубых костюмов спортивных. Будем мерить с вами вместе на Вайлберрис. Заказала голубое платье. Я, знаете, давно на него посматривала, оно у меня лежало в корзине, и тут я решила, что пора. Весна, время красивых платьишек. И заказала много таких топиков. Я даже сейчас в подобном. Блин, не знаю, как это показать. Я попытаюсь. В общем, вот, такого плана. Просто классический хлопковый врубчик топ, вот, укороченный. И парочку майк заказала. То есть, ну, и топ, и майка, это одно и то же, по сути дела. Только топ, он укороченный, а майка более удлиненная. Вот я заказала пять или шесть вариантов. Буду мерить, выбирать, смотреть, что мне понравится. Все я заберу. Не все я еще пока не знаю. Так, это что касается Wildberries. В общем, там много всего пришло, как вы поняли. Вот, и еще там идут посылки. Но это бесконечный круговорот, потому что, по сути, мы закупаемся на Wildberries вместо всех других магазинов сейчас. Вот как-то так. Очень мне нравится эта система. Это намного удобнее, чем ездить и искать то, что тебе нужно. Проще это найти и заказать. Ну, по крайней мере, нам так точно удобнее. Вот, и еще, думаю, в FixPrice зайти. И тоже небольшой список у меня образовался. Так, посмотрю, что там у них весеннего новенького. И куплю то, что у меня по списку было. Короче, пока вот такой вот план у нас. Вот, сейчас освободимся и поедем за покупками всеми этими. Итак, мы уже на месте, уже в FixPrice. Что? Для винных пробок? А зачем их хранить? Может, я что-то не знаю? Чтобы понимать, насколько это. Насколько? Аккурик ты или нет? Вот, видали такое? Я первый раз вижу. Так. Свечки. Вот эти прям такие классные у них. Ну, понятно, все по-разному пахнут. Но у нас несколько таких. Классно пахнут. И нравятся. И вот такие уже мы не раз брали. Тоже симпатично оформлены. Что это? Тоже свеча? Да. А, вот такая. Обычная икеевская свечка. Да, да, просто икеевская, но красивая тубя. Ну, у нас стоит 150 рублей, да? Ну, в тубе 200. Полток за коробку. Это прямо наша слабость. Этот отдел со всякими свечками. Какой-то он тяжеловатый уже до весны. Как будто бы хочется чего-нибудь более свежего. Аромалампы симпатичные. А вот свеча какая. С деревянным фитилем. За 99 рублей. Ну, шикарно выглядит, слушайте. Ой, а это под чайные свечки. Ну, так красиво. Просто супер. Подсвечник лотос. Вау. Выглядит супер. Да, в новой коллекции много всего интересненького. Теперь в Магнит заехали. Потому что я хочу творожок купить. Просто квашено. Возьму. Вот этот мне очень нравится. Корзинку не будем брать. Но в итоге все-таки мы берем корзинку, как видите. В общем, дома будет обзор покупок из Магнита. Экспрайса тоже там чуть-чуть. Чижик еще, не знаю, может зайдем. В коем-то веке в Магните спелый авокадо. Посмотрите на размер. Они просто гигантские. И липкие. Э-э-э. Шупни. Он липкий? Да, мягкий. Возьмем. Вот этот огромный авокадо. Вот, блин. Теперь мне нужна влажная салфетка. Чижик попали. Он такой большой оказался. Но в нем вообще не оказалось того, что мы хотели. Но так, по мелочи все равно, конечно же, купили. И в Чижике. Как я уже на Вайлдберес. Сейчас будем все с вами примерять. У меня тут просто горы всего. Я еще мерила платье головое. Но я забыла снять. Я второй раз не хочу его одевать. Потому что я его забирать не буду. Просто оно какое-то несуразное. Оно по размеру подошло. И вот сейчас мерю вот такой голубой костюм. И мне он нравится. И вот такой второй. Но, по-моему, все-таки первый лучше был. Еще вот такой вот кардиган. Как тебе? Как тебе? Голубой. Голубой, голубой. Мы хотим, ага, отставай. Еще много вот таких вот всяких маечек в разных цветах базовых. Хорошая, плотная, белая. Возьму. Такой еще бежевый, симпатичный. Такой темно-серый. Он прям супер плотный. Голубой подобный, только удлиненный. Еще белая вот такая удлиненная. То есть одна коротенькая, а другая подлиннее. Мы уже дома. Давайте покажу сначала покупки продуктовые, а потом FixPrice и Wildberry. Так, в общем-то. Вот такую снова взяли в магните икру из морских водорослей и здоровья. Она очень вкусная. Лопа икру. И она лопается. Это прикольно вообще по ощущениям. Но при этом она без какой-либо рыбы. Так, это вафли Кот Федот. Очень вкусные, кстати. Кто любит такие вот хрустяшки? Вкусные вафли. Еще взяла хлеб и лаваш. Лаваш обычный, тонкий, армянский. Вот, наверное, шаурму сделаем. И еще вот такой традиционный ржаной аютинский. Здесь, знаете, такие... Ну вот, для того, чтобы делать бутерброды, как чабаты. Аютинский, думаешь? Ну, может быть. Не исключено. В общем, тут 6 порций вот таких вот сразу разрезанных пополам чабаты. Это удобно для бутербродов. Вот, еще простоквашина взяла. Топленое лакомство. Первый раз буду пробовать. Что-то интересное. Типа йогурта, только топленое. Вот, с добавлением сахара, типа подсващенное. Вот, еще набрала творожков простоквашина. Мягкий творог 5% 4 штуки. Еще сгущенка. Светаева. Это мы еще заезжали в этот же Чижик. Там же взяла какие-то ежедневки на пробу. Не знаю, первый раз. 99 рублей за 60 штук. По-моему, хорошо. Вот. И творог святаева 5% 300 грамм. Вот. Что еще у нас тут? Огурчики, груши. Вот такие. Тут майонез. И вот такое вот варенье от Махеев. Манго. Протертое с сахаром. Интересненько стало. Я думаю, это вкусно. Еще нам дали вот такие стики. Стикерсы. Тут она. Сейчас все уже их знают. Короче. Покажу, что попалось. Какая-то фигня. Два динозаврика. Вот такое вот еще. Такая наклейка. Они сделаны как тканевые. Вот. Ну. Я вообще обычно детям просто оставляю. И все. Как баннерная ткань. Да. Как баннерная ткань какая-то. Вот. А тут просто интересно было посмотреть, что это. Вот то, что мы еще... Для тех, кто не знает, что это, это не ткань. Да. Все сырки взяла вот такие. С сахаром и курагой. И второй с изюмом. Помню. Так. Ну и с фикс прайса. Тут в принципе тоже сплошная еда. Просто я зашла за вкусняшками. Ментос. Как обычно. Две пачки. Сейчас он в фикс прайсе по 43.50. Сразу чип смотрю. Капуста. Чипсы из морской капусты. Очень вкусные. 35.50. Вот такие вот вафли. Мое обожание. Со вкусом топленого молока. Я в прошлый раз брала ванильные. Мне понравились. Вот взяла еще такие. 41.50. Вот. И еще взяла... Здесь еще ежедневки. В фикс прайсе. Они 55 вроде стоят. Да. Вот. Протеиновые батончики. Они по 35.50. Взяла ванильные, кокосовые и карамельные. Шоколадные мне как-то не очень. Я просто не люблю, когда шоколад в шоколаде. Вот. Что пробуешь уже? Джем? Манго. Вкусный? Да. Да мы купили джем в магните. Вот такой Махеева. А в фикс прайсе вот этот Мистер Вика. Ну в составе вот в Махеева. Вот здесь на первом месте манго. А здесь сахар. И тут 250 калори, а тут 220. Видишь, тут меньше сахара. Ну да, меньше сахара просто. На сладкий он придется. Ну это же джем, какой он должен быть. Вот, кстати, о нем. Джем стоит вообще почему-то всего... А, подождите. А, подождите. Он стоит 83 рубля. 83 рубля. А тот, который Махеев, вон 99 в магните стоил по скидке. Ну, короче, плюс-минус то же самое. Хотя, вроде как, у Махеева получается лучший состав. Еще взяла кремарео вот такие клубничные. Обычно мы видели ореховые, ванильные и банановые. А вот клубничная увидела кремарео печеньки первый раз. 24,70 они стоят. Вот. И еще вспомнила, что когда посадки уже начала, вот, я уже много чего посадила. И поняла, что у меня нет петрухи. Обычные петрушки. Поэтому купила семена по 11 рублей в фикс-прайсе, что очень даже выгодно. Все. Вот это покупочки из фикса. И сейчас еще Вайлдберрис с вами распакуем пакет. Видите, сколько всего. Итак. Покажу вам. Отвлеклась мы это. Сели ужинать. И теперь вернулась к вам, чтобы показать спортивный костюм поближе, который я выбрала. Все-таки решила без вот этих навязчивых полосок, как по типу Адидас, знаете, три полосочки. А все-таки вот такой вариант, более спокойный. Здесь идет одна широкая полоса сбоку. И еще здесь карманы. Там особо на Вайлдберрис такое освещение. И вообще, ну, не очень удобно. Там было, как бы, все так не рассмотришь. Здесь покажу, вот, уже, как это выглядит. В общем, такой красивый голубой цвет. На камере, кстати, выглядит чуточку темнее, чем он в жизни. В жизни он посветлей, такой небесно-голубой. Вот, и вот так выглядит мастерка. Я бы сказала даже. В общем, вверх кофта. Она вот такие белые рукава. И здесь голубая полосочка. Очень приятный трикотаж. Буду носить не только весной, но и летом. Потому что костюм достаточно легкий. И, знаете, вот вечером на морскую прогулку накинуть какую-нибудь вот такую одежду сплошное удовольствие. Когда прохладненько. Июнь или сентябрь. Я думаю, ну, понятно, что июль-август у нас вообще дичайшая жара. И не бывает холодно даже вечером. Но весна, осень. Это будет идеально. Ничего мне понравилось, что здесь вот такие шнурки. Смотрите, какие они переливаются. Как цветами радуги. Видите, да? Такая красота. Мне очень нравится. В общем, костюм действительно по качеству хороший, приятный. Здесь внизу такая резиночка. Вот. Молния белого тоже цвета. Ну, мне показался костюм приятным. Ткань очень хорошая. Я что-то сейчас не нашла, где у меня. У меня отвалилась вот эта вот штучка. Когда я мерила бирка. Там, наверное, еще написан состав. Сейчас прощу. Вот. Нашла. Значит, 72% хлопок. 20% полиэстер. И 8% лайкра. Но он нереально. Во-первых, приятный на ощупь. И плотненький. Но при этом не слишком. Я думаю, что на лето. Надеюсь. По крайней мере, на ту часть, когда нет жары. Что я смогу его носить. Отсюда и цвет такой. Короче, приятный костюм. Я довольна. Так. А, сразу скажу. Размер я брала 50. Вот. Потому что он маломерит. Я читала отзывы. И смотрела по отзывам. Ну, и плюс хотелось, чтобы костюмчик был... Сидел свободненько. Поэтому. Вот. Учитывайте эти моменты. Считайте. Смотрите. Вот. Часто я беру какие-то спортивные вещи. На размер. На два больше. Такое бывает. Вот. Бывает просто модель такая. Так. Дальше показываю. Какие я в итоге забрала из всех, что мерила. Потому что какие-то... Я заказывала еще малиновый топ. Он пришел. Почему-то не короткий, а длинный. Я его сдала. Серый, который я мерила. Он был без бирки. То есть у него не было вот этой штучки. И он был прованен табаком. Я думаю, что кто-то ее носил. Поэтому сдала. Это просто противно. Вот. И... Да. Все. Остальные я все забрала. Вот они все. Вот такие вот четыре майки. То есть одна вот классическая белая в рубчик. Удлиненная. Просто майка. И вот голубая. Она чуть другая ткань. Она, знаете, как будто вязаная. Очень приятная. Вот. Это две длинные. И вот такие две укороченные, как топ. В принципе, то же самое, что и здесь. В рубчик все дела. Только коротенькая. Ну, на себе я ее показывала. Вот. И такая же, как вязаная. Мне очень нравится такая ткань. Белая. Там есть еще такой... Вот такая цветом укороченная. Малиновая. Вот, наверное, я ее и закажу, потому что... Вот малиновую мне как раз прислали. Длинную, а не укороченную. Ну, это у другого продавца было. Вот. Я думаю, возможно... Ну, голубую, не знаю, брать ли еще укороченную голубую. Наверное, нет. Но вот, может быть, малиновую я еще закажу. Там еще желтая была. Еще какая-то. Вот этот цвет очень красивый. Бежевый. Прям... Прям супер. Выглядят они качественно. Вот. То есть пополнила свой гардероб. Кстати, можно будет с вот этими майками и топами носить белый костюм. Но я имею в виду белые. Я думаю, хорошо сюда подойдут. Вот. В общем, это такие универсальные вещи. На весну, на лето, на осень. Вы поняли. Я довольна. То, что все это купила. И все это мне подошло. Подошло. Еще что-то было, кстати. Где? Где еще одну подсюм? А, вот. Это у меня здесь капсулы. Я просто заказала снова спирулину. Вот. И заказала капсулы. Вот такие. Они без желатина. То есть для тех, кто не употребляет желатин по каким-либо причинам. Вот. Созданы капсулы, которые сделаны вот из этой целлюлозы. И я пересыпаю, да. Если я что-то покупаю в капсулах, то я пересыпаю вот в такие капсулы. Поэтому снова купила. Как-то уже было такое, что я покупала какой-то бат и пересыпала. На самом деле, это не так, чтобы прям сложно. Но малеха заморочена. Ну, что поделаешь. Да. Вот. Заказываю их тоже на Вайлберис. Все. Вот. Такие вот покупочки из одежды у нас сегодня были. Всем добрейшее утро. Это следующий день. И мы садимся завтракать. В общем-то, что у нас здесь? Я себе чаек заварила. Захотелось мне большую кружку сладкого чая. В последнее время часто его пью. Вот. У нас тут бутерброды с авокадо и икрой. Паспалитый нарширабом, лимонным соком. Посолила авокадо. Очень вкусные. На батоне. Батон я поджарила. Просто на сухой сковороде, чтобы он был хрустящий. Также у мужа том-ям супчик. Ну, или типа того. У меня кашка. Овсяная с пшеничными отрубями. Еще у мужа груша большая. А у меня груша с творожком. Он такой сладкий. Тоже с мягким творогом. Вот. Такой у нас сегодня завтрако-обед. Уже время, конечно... Ну, как бы... Ладно. 11 часов, в принципе, завтрак. Да? Считается. Сегодня мы пораньше. Всем, кто тоже кушает, приятнейшего аппетита. Сегодня решила отправиться в огород. Подготовилась серьезно. У меня здесь и халат, и шапка, и сверху еще этот пальто. Потому что у нас сегодня прохладно. Но погода вроде хорошая. Буду сажать сегодня. Хочу в высокую грядку посадить салат, рукколу и горох. Вместо гороха потом огурцы будут. Также хочу в большой огород посадить салат. Салат такой качанный Рафаэль. Он мне в прошлом году очень понравился. Петрушку, кориандр и редиска. И еще душицу там у входа. Под вишней посажу. Она двухлетник. И вообще, я так понимаю, только на следующий год полноценно будет расти. Но ее надо сажать весной. Здесь указано. И все. И ждем сходов. Она начнет, видимо, в этом году цвести. А давать, ну, короче, ее собирать можно будет в следующем году. Так что такие вот планы многозначительные у меня на сегодня. Вот. Отправляюсь. Кстати, сейчас выглядит большой огород. Здесь буквально все заросло. Ну, кстати, видно, просматриваются дорожки. На дорожках, видите, гораздо больше растет. Вот. То есть все это буду очищать. И первую часть, вот здесь, я не буду засеивать. Потому что мы там решили деревья посадить. То есть между стоянкой и огородом. Тень будет от деревьев и в огород, и на стоянку. Вот. Поэтому начну с вот этой части. Вот. 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 Вот это все. Все это будет засажено. Ну, конечно, не за один день. Но все же потихонечку начинаем. Я почти два часа пробыла в огороде. И у нас, знаете, что полил дождь. Но я успела все посадить. И полила. Потому что он моросит. Но только мне льет. Вот. В общем, расчистила вот эту грядку. Видите, какая большая. Вот это посередине. Это лук-батун. Ну, такие, знаете, уже остатки. На третий год он уже как-то не очень растет. Надо, наверное, будет посадить где-нибудь свеженький. Вот эту часть, как я сказала, оставляем. Тут будет два дерева. Если останется потом еще место, то, может быть, вдоль дорожки вот так вот еще что-то посажу. Типа редиски. Вот. Ну, и дальше буду заниматься вот этими грядками когда-то в следующие дни. Вот. Сейчас тут все полито. Тут у меня один вид качанного салата. Потом Рафаэль. Ну, тоже такой качанный длинный. И вот здесь два ряда редиски получилось. Так. Ну, и я, конечно же, полила, пролила все свои посадки со стороны эркера. Вот здесь, в этом месте. Вот здесь вот я цветочки еще буду сажать. Вот оставила место. А вот тут под вишней решила расположить душицу. Она у меня вот тут кусочек. И вот так вот в длину до юки. Вот. Потому что там труднодоступный участок. Но пустовать не хочется, чтобы он пустовал. Потому что будут сорняки. А так там душица будет расти. Ну, если вырастет, конечно. Вот. Вот здесь под цветочки я пока оставила. Тут еще тоже ничего не сажала. Но уже разровняла. Все сорняки поубирала. Здесь полила. Кто помнит, здесь сажала. В прошлом влоге снимала. Здесь сажала морковку. Здесь тоже там вдоль забора горох. Вот. По поводу деревьев. Деревья еще будут вот тут. Вот тут. И вот тут. Три дерева. Ну, и два, где я показала. Вот. В этом году весной мы решили добавить деревья. Появились силы и желания это делать. Потому что, когда был ремонт, было просто не до этого. А здесь у меня салаты тоже всякие. И вот тут вот вдоль тоже салат. В общем, когда повсходит, вы все увидите. Тут рукава, смесь овощная и зелени. В общем, все это просто еще раз пролила. То, что я сажала за ближайшие дни. Я не все снимала, но я еще сажала. Вот это все. Видите? У меня теперь засажено. Тоже. Вот. А здесь, представляете, перезимовал. И уже вылазит заново мангольд. Вот. Здесь я, кстати, тоже поубирала все такие крупные сорняки. Мелкие пооставались. Но крупные я поубирала. Тоже много времени, конечно, заняло. Вот. Надо вот эти бутылки все будет повыкидывать. Потом займемся. И еще высокая грядка. Я все сорняки убрала. Здесь было очень много травы. Вот. Все это убрала и приняла решение не сажать. Я подожду несколько дней, когда трава завянет. Все это чуть-чуть перегниет. И, ну, чтобы не убирать эту траву, она осталась в качестве перегноя. И затем уже буду здесь сажать. Ну, в принципе, тоже за грядочкой поухаживала. Вот такие дела у нас. Сегодня снова приготовила спаржу с морковью по-корейски. Нам очень понравилось. Мы так быстро скушали. Вот. Муж сказал, что не хватало моркови. Хотелось еще больше. Мы любим, когда морковки прямо много. Вот. Поэтому в этот раз моркови побольше. Вся, что дома была, ушла сюда. Вот. И еще в прошлый раз я натирала на крупной терке. Ну, потому что мне лень возиться с вот этой штукой, которая делает морковь по-корейски. Вот. Вот такая. Мы ее недавно купили. Может, с полгода назад. И теперь активно пользуем во всяких. Вот это и очень сыр красиво нарезать и тоненько. Такой ребристый получается. И прям тоненький, тонюсенький. А вот это и морковку. Вот здесь чеснок я тру. Ну, короче, штука-то удобная. Ну, мне самой заморачиваться было неохота. Вот. Попросила в этот раз мужа. Он был не занят. И натер мне. Ну, выглядит, конечно, эффектно. Красиво, когда оно так нарезано. Но на вкус, по сути, не влияет. Вот. А еще, кому нужен рецептик, я показывала его в прошлом влоге. Рецепт вот спаржи с морковью по-корейски. Спаржу я заказываю на Вайлберрис. Вот. Получается очень вкусно, вкуснее, чем в магазине. Все перемешала, все спицы добавила. Вот. Отправлю в холодильник. И завтра будет готово. Все. Она как бы постоит. В общем, до вечера и потом ночь. И будет идеальная. Так, ее прижму чуть-чуть. Все пропитается. В принципе, все это готовится быстро и просто. Так что посмотрите рецептик, кому интересно. Я сегодня стираю. И, кстати, я обещала отзыв вот на эти капсулы, которые называются Натуралпотс. С Вайлберрис. Я их купила по рекомендации одного из блогеров. Ну, просто личный, не рекламный. Вот. И решила попробовать тоже. Ну, на самом деле, там, если сказать честно, отзывы просто шикарные. Во-первых, у них высокий рейтинг. Во-вторых, отличные отзывы. Она такая малютка, меня это сначала смутило. Но нет, это концентрат. Здесь сразу и кондиционер, и гель для стирки два в одном. Пахнут они просто шикарно. На белье остается запах. И белье очень мягкое. Я довольна. Прям обещала позже рассказать. Потому что покупала их просто по отзывам. Но теперь это будет моей постоянной покупкой капсулы Бомба. Так что, кто ищет хорошие бюджетные капсулы, обратите внимание вот на эти. Они просто супер. Так, сегодня у нас небольшие покупочки были. Так, чисто в магазин за провиантом. Просто в овощной, короче. Огурцы у нас закончились. Без них никуда. Они на салат. Грушу одну вот такую на пробу. Потому что не факт, что она вкусная и спелая. И побольше вот таких, которые мы уже брали. Они точно сладкие, прям сочные. Классные груши. Вот. Потому что я взял улитку. Это типа пано-розан такую мы в Сочи покупали. Вот такая в пятерочке продается. С изюмом, слоеное тесто и каким-то заварным кремом. Очень вкусно. И мандаринки. Апельсины мы доели. Кто помнит, много апельсин покупали. Вот. Что-то поднадоело. Теперь мандаринки купили. Вот такая мне закупочка сегодня. Всем привет. Я продолжаю влог. Прошло у нас пару дней. Мы их провели в огороде. Много чего успели сделать. Ну, позже, я думаю, как-нибудь покажу. Вот. А сейчас мы собрались. Я одела костюм коричневый, шоколадный. Вот. И свою жилетку дотую. Вот. Выезжаем. Образовались у нас планы, дела. И заодно и в Вайлдберрид заедем. Там пришли еще посылки. И в магазин за всякими продуктами. Так что пока. Мы решили заехать в гипермагнит. Он у нас попался по дороге. По пути. Вот. Все равно небольшую закупочку. Кое-что докупить. Сегодня я хотела. Вот. Еще в овощной хочу заехать вообще. Мандаринки выбираем, какие красивые. Сегодня так спокойно. Людей мало. Мы тут прогуливаемся. Вот. Корзинка полнится. Дома будет обзор покупок. В общем, пополнили запасы. Решили даже в овощной не идти. Здесь и овощи, и фрукты купили. И молочку. И бакалею. Вот. Еще хочу зайти в Чижик. И на Вайлдберрид сегодня вообще. В пятерочку. Там очень классный хлеб. Вот. А еще мы здесь покупали упаковку газировки последний раз. Даже две. Хотим здесь сразу и воду взять. Домой. Сейчас на Вайлдберри зайдем. У нас там пришли не только всякие вещи, вкусняшки. Еще и пуфик. Пойдем его посмотрим. Если подходит, заберем. Ну, короче. У нас полный багажник продуктов. А здесь прям стоит пуфик в коробке. И там еще куча посылок сверху. Вот. Так что дома будет обзорчик. Так. Мы уже дома. Сразу же первым делом собираем пуфик. Там ножки прилагались. Вот. И что еще? Остальные посылки сейчас вместе будем смотреть. Ну, давайте сначала, наверное, продукты. Продуктовую закупку разберем. А потом уже вот это все тоже посмотрим. Красивые ножки, да? Охапка дробь и пуф готов. Хорошо. Он такой. Я думал, что не такой будет цвет. А какой? Ну, как шторы. Ну, типа такой, да, серый. Он вообще не как шторы. Ну. С цветом мы уже проверяли. Очень сложно угадать. Плюс-минус шторы серые. Пуф серый. И бархат, и бархат, и бархат. И это фиолетовое. Просто разный оттенок. Это теплое, это холодное. Вот. Короче, у нас здесь что? У нас здесь один пуфик. Он и не такой, и не такой. Да. Ну, угадать с цветами, это просто нереально. Вот. А теперь будет два пуфика, чтобы каждому было по пуфу. Сначала мы думали, что нам пуфики и не понадобятся, потому что здесь столько подушек на диване, что... Ну, и он такой глубокий очень. Думали, что обойдемся. Вот. Ну, здесь столько подушек. Короче, ты их подкладываешь, и все равно ноги чуть свисают. И хочется их на пуфик положить. Поэтому, вот. Изначально не планировали, но решили, что такой пуфик купим. Может быть, в итоге два таких будет у нас этот, не знаю. Переставим в другую комнату. Может быть, так. Вот. Ну, короче, вот такой вот пуфик. Он очень красивый. Это бархатный. У нас все шторы такие. Ножки деревянные. Симпатяшка. Да. Вот. Хорошо сшит. Угу. Здорово. Пуфик. В общем, серенький такой. Как тебе? Такой пуфик. Ну, это ж тебе. Как тебе? Вот. Ну. Вроде нравится. Приятный на ощупь. Хорошенький. Итак. Теперь давайте к закупке. Я тут все разложила. Просто. Закупка получилась большой. Ну, потому что здесь такие вещи, которые часто расходуются. У нас уже была в этом влоге закупка. Но с нее прошло несколько дней. Мы были заняты делами. И были заняты в огороде. Вот. Поэтому кажется, что она вот снова, типа, как будто бы скоро. Но на самом деле прошло уже несколько дней. И кое-что мы доели. Так. Ладно. Тыква. Лучок. Капуста. Тушила сегодня капусту. Так нам понравилось. Решила еще одну купить. Морковка. В общем, классика. Такие стандартные овощи. Еще бананов набрали. У нас отрос уже в огороде щавель. Мы любим очень делать коктейль. Щавель. Молоко. Растительное какое-нибудь. И банан. Очень вкусно получается. Кокос. Потом, позже. И вот тоже будем готовить. Хлебушек. Вот такой порционный ржаной. Мы его уже пробовали. Кто помнит. Показывала его. А теперь еще овсяный появился. Там еще есть какой-то картофельный. Но я его не стала брать. Взяла этот и этот. 81 рубль стоит. Но здесь 6 порций. То есть двойных таких хлебушков. Как чабата небольшая. Вот. 6 чабат получается. Ну, то есть вроде когда нормальная цена. Там 80 с чем-то. Так. Еще мандаринки купили. Не знаю, что за сорт. Но надеюсь. Вроде на ощупь спелые. Огурцов взяли прям много. Тут больше килограмма. Помидорки. Все это на салатик. Авокадо. На завтрак. Бутерброды делать. Как раз вот этим хлебушком будем. Муж себе выбрал вот такие чипсы со вкусом сметаны и специй. Я хочу сельдерей с томатным соком. У меня прям, знаете, часто такое бывает. Я очень люблю сельдерей именно с томатным соком. Поэтому, соответственно, купила большой двухлитровый томатный сок. Вот. Еще муку. Еще майонезный соус. Пшено. Вот знаете, бакалея позаканчивалась. И еще там на Вайлдберрис макарошки всякие пришли. Вот такие еще взяла Макфа. И гречка. В магните какая-то. Вроде нормальная. Выглядит хорошо. Так, еще майонез. Один, другой. Это муж себе навыбирал. Также холст. Дошираки взяли на случай, когда нет времени готовить. Выручалочка, палочка. И я выбрала чаи. Вот такой с каркаде, с яблоком, малиной и шиповником. Я травяные именно выбирала. И у меня заканчивается. Осталось пару пакетиков вот этого малинового. Очень его люблю. Тоже взяла еще один. Крахмал картофельный. Кукурузного не было. Я взяла картофельный. Крахмал всегда пригодится. Также взяла еще джем. Джемы хорошо заходят. В прошлый раз я брала малиновый, а муж манго выбрал. В этот раз я решила, что возьму вот такую землянику, протертую с сахаром. Ой, люблю я это дело. Вот, состав хороший. Где-то тут он. Вот. Тут табилизатор пектин в конце. А в начале сахар и земляника. И все. Вот, вроде хорошо. Это мягкие творожки. Простоквашина. Постоянно их покупаю в последнее время. Они мне прям заходят. Как заправка для салатов. Отлично. А это у нас эти. Топленое лакомство от Простоквашина. Очень вкусная штучка. Прям рекомендую попробовать. Знаете, кто любит ряженку, тому понравится. Это как ряженка, только очень густая. Ну, по густоте, как прям такой хороший густой йогурт. Вкуснятина. Так, что еще? Сырочки. Это у нас... Как он там? Кубанский молочник с курагой. 5 штук по 100 грамм. Также я взяла присыпки. Вот такие. Это уже к Пасхе. Тут кристаллы. Вот очень понравилось нам. Тут просто сахар, крашенный золотом. Но прикольно выглядит. На куличах будет симпатично. Я решила взять заранее, потому что потом перед Пасхой вообще фиг найдешь классические эти посыпки. Поэтому взяла еще вот такую классическую. И вот такую выбрали фейерверк. Она с блестками блестит. И там разные всякие шарики разного размера, звездочки. Короче, симпатично. Я думаю, три штучки мне хватит к Пасхе. Бабкины семечки. Просто вкуснейшие. Вот от Мартина мне нравятся. И вот эти. Просто потрясающие. Именно с морской солью. Две. Желе. Яблоко. И вишня. Также кириешки. Они у нас вообще хорошо уходят. Я их обожаю. Со вкусом ветчины и сыра. Шесть пачек. Еще выбрала вот такие чипсы. Зеленое яблоко и красное яблоко. Вот. Это в красном-белом, кстати. Заходили мы и взяли. Специально за семками заезжала. Но взяли семечки, сухарики и вот эти чипсы яблочные. Так. В магните еще брали чеддер и гауду в нарезке. Вот такие. Очень нам нравятся. Лаваш взяла. Буду снова готовить шаурму. Мы уже съели. Я в предыдущий раз взяла лаваш. И так хорошо шаурма пошла, что просто решила еще... Зашла на ура, поэтому еще купила лаваш. Еще сметанка у меня тут 300 грамм 15% и творог 5% и 300 грамм. Вот. Еще газировка. В прошлый раз мы брали упаковками в магните, а в этот раз упаковок не было. Было только поштучно, поэтому взяли всего 4 штучки. Но у нас была полная корзина и уже как-то не хотелось набирать еще воды, которую будет к тому же неудобно нести. То есть отдельно в бутылках. Так. Ну, вроде все показало. То, что из продуктов. Сейчас я все это разберу. Убираю по своим местам. И отправимся в Вайлвере смотреть посылки. Ну что? Сейчас. Смотрите, это все. Я просто в коробке понапихала. Все посылки. Вот. А потом коробки еще в пуфик поставила. Ну, давайте начнем с вот этого. В общем, это наколенники. Написано, да? Наколенники из шерсти. Шерсть вроде как верблюжья. Ну, как обещают. По крайней мере цвет такой. А там, кто его знает, конечно. Но они шерстяные и это лечебные. Вот. Тут все о них написано. В общем, у меня у бабушки, у моей бабушки, у нее болят колени. И я почитала, нашла на Вайлвере, почитала, что очень хорошо помогает от боли в коленях. Ну, в коленях. Здесь два наколенника. Вот. Мэйден турки. Турецкие. И все очень хвалят в отзывах. Реально столько всего позитивного написано. Вот. Уникальным свойством. С древних ревен на Востоке использовали эту верблюжью шерсть. Вот. Целительная и так далее. Очень много всего написано. Кому интересно, ставьте на паузу и читайте. Вот. Я взяла в размере М. Побоялась, что С будет маленькая. Но вообще, возможно, и С бы подошла. Я вот только здесь увидела размерную сетку, что М это 50-52. Ну, знаете, лучше пусть они не будут давить. М-ка вроде нормально. Ладно. Пусть будут. Все. Это будет для бабули мои подарочки. Так. Дальше. Заказала маску. У меня закончились все маски-пленки. И я выбрала бамбуковую черную масочку бренда Sadoer или Sadoer. Я не знаю, как правильно, но я его много раз встречала на Wildberries. Вот. В общем-то, будем пробовать срок годности до 2026 года. Все хорошо. Вот. Здесь 60 грамм. В общем, вместе с вами протестируем. И, наверное, на бьюти-канале тоже эта масочка появится. Так. Дальше. Еще бьюти-новинки. Это я все-таки распаковывала. Посмотреть. Здесь у меня тонер. Тонер для лица. Не путайте с тоником. Это именно тонер. Это один из этапов ухода в корейской пятиступенчатой системе, которой я как раз и пользуюсь. То есть, это дополнительное увлажнение. Этот продукт, тонер, он такой жиденький. Его можно наносить как руками, как и с помощью ватного диска. Но я всегда просто на руки наливаю и распределяю по лицу. Наносится он на этапе перед сывороткой, когда ваше лицо уже полностью очищено от макияжа, или просто вы умылись вечером и сняли весь, да, сибун, который накопился за день. И в конце, когда вы уже полностью умылись, вы наносите сначала тонер, потом сыворотку, а потом уже крем. Вот. То есть, как один из этапов ухода. Это корейский тонер. Вот такой вот бренд. Н-С-Ц. В общем, я впервые беру, я не знаю, как точно его произнести, потому что именно этого бренда я впервые покупаю тонер, но мне очень интересно. Здесь, кстати, большой объем, в 500 мл. И я выбрала гиалуроновый. На 90% гиалуроновый тонер. Вот. Что тут у нас сроки есть, да? До мая 25-го. Ну, понятное дело, я его успею расходовать, так что со сроками тоже все хорошо. Мне понравилось, что большой объем, отзывы тоже приятные. В общем, порадовала себя бьюти-штучками в этом заказе. Так, сейчас я следующие распаковки. У меня были китайские снеки. Вот эти креветки острые. Прикольная штучка. Здесь даже, кстати, по-русски перевод не всегда он есть. Ну вот, это соевое мясо, пшеничная мука, пищевая соль, перец и специи. Вот оно очень-очень такое ядреное, прям, знаете, остренькое и пряное. Вот не сколько даже острое, а сколько пряное, кисло-сладкое, даже сладенькое в какой-то мере. Ну, это такой соленый снек. Его вкусно добавлять как в лапшу заварную, это просто потрясающе получается, так и просто покушать, как снек вечером мы любим. Поэтому заказала. Пять пачек, они маленькие, там что-то по 20 грамм, да, получается, что все пять пачек, это 100 грамм. Так, дальше. И еще две посылки в коробках, которые были от двух разных продавцов. Заказала макарошки. Во-первых, вот такие не в каждом магазине найдешь волной, поэтому я заказала. Во-вторых, это удобно. Надоедает одни и те же, а часто в магазинах нет такого разнообразия видов макарон. Вот, а хочется. Иногда на Вайлдберрис я нахожу что-то интересненькое и заказываю. Здесь, кстати, интересно, 500 грамм, а здесь 450, не знаю почему. Вот, и это спиральки, но это не вот классические такие большие, крупные, а мелкие. Видите, они буквально с ноготок. Вот, малюсенькие спиральки и вот такая волна. Буду готовить какие-то вкусняшки с макарошками. Да, вот такие сегодня были у нас посылки с Вайлдберрис. Ну, пуфик вы уже видели. Вот, по поводу него я еще думаю, потому что цвет... Переоделась в домашнюю. Вот, хочу вам рассказать. Потому что цвет пуфика немного нас смущает. Он вообще ни к чему по цвету не подходит. И муж сказал, что ему... Себе бы он такой не хотел. В принципе, типа, пуф нормальный, если хочешь, пользуйся. Мы его мне заказывали, поэтому я, наверное, подумаю денек. И если все же передумаю, то просто сдадим его. Если понравится, то оставим, посмотрим. Вот, но с цветом с ним реально сложно угадать. Потому что миллион оттенков, 100-500 серого есть. И подобрать к шторам, это, наверное, нереально. Но у нас и тот пуфик к шторам, честно сказать, не подходит. Но когда два разных, получается сумбур. Не знаю, может два одинаковых купить. Короче, надо пока подумать на эту тему, вот, по поводу пуфика. Ну, остальные покупки вроде мне понравились. Не знаю, надо ли раскрывать эти наколенники и смотреть. Ну, что там смотреть, по идее, да? Наколенники и наколенники. Я не распаковывала. Надеюсь, там их хотя бы два. Вот. На Малдерс всякое бывает. Да, ладно. В общем. Такие посылочки были. А вот эти вот штучки с вами протестируем обязательно. В следующих видео отзовусь. Ну, появятся либо здесь в пустых баночках. То есть, мой отзыв здесь, в смысле, это на этом канале, где выходят влоги. Либо также можно будет посмотреть на моем бьюти-канале на отдельном YouTube. Под каждым видео есть внизу ссылочка в описании на все платформы, которые я еще использую помимо YouTube. Вот. И там есть ссылка на бьюти-YouTube канал, на котором я постоянно делаю обзоры всякие. Поэтому, если что, проходите, посмотрите, какие дела. Всем добрейшее утро, котики. И я начинаю свой день с вот такого большого стакана смузи. Мы возобновляем... В общем, начинать свое утро с такого коктейля полезного. Здесь растительное молоко. У меня овсяное. Я еще минералки добавила немного, чтобы был не такой густой. Огромный пучок щавеля. Да, потому что у нас на огороде щавель снова стал отрастать. И в сезон, как только он растет, а он растет практически весь год, за исключением нескольких месяцев. Вот он у нас уже сейчас давным-давно вырос. Поэтому вот и рос где-то до декабря. Поэтому практически круглый год вот такие смузи зеленые. Здесь что у нас сейчас расскажу. Понадобится для такого смузи вот такой большой пучок щавеля. Прям не скупясь, так сказать. Я его хорошо промыла. Вот один банан небольшого размера. Он где-то 100 грамм весит. И растительное молоко где-то 100 миллилитров. И газировки где-то 100 миллилитров. Вот получается большой. Это у меня 400 миллилитров стакан. Вот получается большой такой стакан. Даже чуть еще осталось. Вот очень вкусно, полезно наполняемся витаминчиками с самого утра. Вот каждое утро и почувствуете разницу, сколько энергии и бодрости прибавляется. И кожа чистая. Итак, у нас время завтракать. Смузи, бутерброды. Там колбаса, сыр, огурец. Еще он уже сверху майонез. И вторая часть это авокадо и икра. Я также поливаю нарширабом и лимонным соком сбрызгиваю и сам авокадо и солю. Вот. У меня все то же самое, только меньше майонеза и еще помидорчик. Вот. И чаек, который новый я купила. Буду пробовать. Какой он на вкус. И мандаринки. В общем, вот такая красотища всем, кто тоже кушает. Приятнейшего аппетита. Итак, я продолжаю влог уже в машине. Мы поехали. У нас образовались планы. И я надеюсь, что мы успеем заехать в Беруа Мерлен. Потому что раковина так и не установлена. Нам нужна либо тумба под раковину, либо мы ее сами соберем и закажем фасады. Но я это рассказывала, когда мы покупали узкую длинную полку подвесную в ванну. Рассказывала про этот момент. Так что, когда мы освободимся, поедем в Беруаху, купим все. И наконец-то раковину установим. Так нам не терпелось, что муж даже пошел и прикрутил кран к раковине. Она просто стоит на полу уже с прикрученным краном. Останусь только ее установить. И будем пользоваться. Вот такой пока план. И всем желаю прекрасного дня, великолепного настроения. Продолжаем этот влог. Давайте вместе. Сегодня проведем еще один день. Надо будет съездить. В общем, приняли решение, пока мы в Леруа, купить вот эту всю систему, чтобы раковину уже установить. А тумбу под нее будем думать, что делать. Надо и в Балу-Центр, наверное, съездить. И вообще, короче, посмотреть. Потому что здесь размеры не подходят в Леруа-Тум. Но раковиной уже можно будет пользоваться. Вот выбираем тут всякое такое. Еще в Леруа купила вот такие вот семена. Взяла лук-бату на Брельске. Потому что у меня на третий год уже не очень хорошо растет. Так реденько. Посажу где-нибудь в другом месте. И взяла вот такой первый раз. Лук на зелень называется. Фактор. Он однолетний. Но вроде как с него много тоже зелени. А я в основном ради зелени лука все это и затеваю. Наверное, в этом году вообще сивок не буду сеять. Вот посею вот этот весь лук. И этого зеленого лука будет достаточно. Потому что кажется, пачечка маленькая. А в итоге это хороший такой плотный ряд. У нас солнышко вышло. Такая погода хорошая. Приятные. Деревья в цвету многие. Я позже покажу, если где-то будем проезжать. И будет это видно. Весна-весна. Еще кофеечек в пятерочке купила. Я беру американо, большой который. И доливаю молоко. Тоже купила этот. Овсяное. Вот на Ивана. Пью. Кофеечек по дороге. И еще взяла вот такой протеиновый батончик. Ванильный. Вот. Такой перекусик. Дома я хочу показать. Сегодня на Вайлберит заезжали. Вот. Еще пол скупила. Вот. И забрали посылку. Здесь пять вот таких снеков. Вкусненьких. Надеюсь. Мы такие еще не пробовали. Они в форме вот таких вот шариков. Это соевое мясо со специями. Вот. Ну, в общем, там заказ получается пять штук. И в подарок положили вот такие конфетки Тофифи. Прикольно. Китайский Тофифи. Ну, вот. А мне нравятся Тофифи вообще конфетки. Кто тоже такие любит? Они тут с карамелью. Еще с чем-то. Прикольно. Вот такая посылочка. Ну, лук я вам показывала. Буду на днях высаживать. И покажу вам, что сейчас в огороде изменилось. Потому что несколько дней на связь не выходило. Мы занимались огородом, домашними делами. Вот. Не хотелось полностью, знаете, влог делать из вот этих моментов огородных. Потому что, конечно, они занимают такую весомую часть жизни. Но во влогах занимать этим очень много прям места я не хочу. Хотя я и так считаю очень много всего показываю. Ну, короче. Ладно. Вот это все будем сажать. А это все будем есть. Сегодня будем пробовать вечером. Вот фельмец. Такие вкусняшки. Кстати, что хотела сказать по поводу пуфика. Оставляем или нет? Я приняла решение, что оставляем. Да, по цвету он не совсем идеально сюда подходит. Но он настолько приятный. Я так обожаю свой стул, который мы делали на заказ. Бархатный. Я так обожаю наши шторы. И это все так красиво смотрится. Я просто не смогла от него отказаться. Он настолько удобный. Просто хочется на него класть ноги. Это кайф. Выглядит он отлично. Поэтому оставляем пуфик. Буду пользоваться и радоваться. Даже муж уже засомневался. И думает поменять. И чтобы здесь два одинаковых было тогда. Чтобы по цвету, короче, не было этого разнобоя. Так что пуфик симпатичный. Вот он стул. Вообще у нас сейчас какой-то такой период, наверное. Вот нравится бархат. У нас спинка новой кровати бархатная. У нас все шторы во всех комнатах бархатные. И стул тоже. И несмотря на то, что он был еще в квартире. Мы его делали на заказ. Вот. Он при макияжном столике здесь прекрасно стал. Хоть он и фиолетового цвета. А все здесь бежевое. Но мне он нравится как акцент. Вот. Поэтому бархатные вещи, они очень эффектно, конечно, смотрятся. Поэтому и, соответственно, и бархатный пуфик остается с нами. Я влюбилась, так сказать. Он мне очень нравится. Так, я сегодня занимаюсь домашними делами. У меня тут сушится. И сейчас поставлю еще одну стирку. Я постельная поменяла. До этого я стирала и сушила темное. Вот. Муж помог сегодня. Помыл мне ванную. Хочу принять ванную сегодня. Все чисто, все красиво. Вот. Везде порядок. Чистота и красота. Вот. Полы вымыла, пыль протерла. Короче, здорово. Сегодня погодка великолепная. И знаете что? Хочу вместе с вами пустые баночки разобрать. Тут немножечко. Но все-таки не буду накапливать целую гору, чтобы не занимать этим все пространство влога. Оу. У меня вытек бальзам. Хорошо, что в пакете. Вот такой бальзам. Тинт для губ. Он у меня испортился. И я его поэтому выбрасываю. А так классный цвет. Цвет такой, знаете, коричневато-бордовый. Очень приятный. Бежево-коричнево-бордовый. Красивый оттенок. На Wildberries такие продаются. Надо будет заказать какой-нибудь. Когда у меня тинты позаканчиваются. Потому что у меня сейчас много разных. Еще у меня закончился крем для области вокруг глаз. Ошел. Тоже очень популярный такой азиатский бренд, который я заказывала на Wildberries. Мне понравился. Я думаю, что еще раз такой вполне можно заказывать. Цена и качество хорошие. Не вызывает никакого раздражения. Потому что у меня кожа вокруг глаз чувствительная. И мне важен такой момент. Я заметила, что именно азиатская косметика, я уж не знаю почему, подходит мне лучше всего. И не вызывает никакого раздражения. Поэтому покупаю именно ее. Сколько пробовала натуральных средств, у меня на них жуткая аллергия. Я подозреваю, что это пчелиный воск. Но может быть и что-то другое. Я точно не могу сказать. Но вот в таких средствах вообще все отлично. Поэтому покупаю их. Так что состав не всегда решающая, так сказать, составляющая. Закончился парфюмированный спрей из Fixed Price. Вроде он 99 стоит или что-то вроде того. Здесь 200 миллилитров. Постоянно их покупаю. Этот вишневый. Такой прям классный аромат. Вишни. Ну вот этот вот черри аромат. Как вот в Coca-Cola или еще в каких-то других средствах. Короче, классический, вишневый. Мне очень нравится. Вкусненький. И плюс этого спрея, что он не только держится целый день на теле у вас. Прям чувствуется реально запах очень долго. Но и он еще и увлажняющий. То есть не только как в качестве именно парфюма. Парфюмировать как-то свою кожу, да? Заароматизировать. А в плане увлажнения он тоже работает. Если у вас жирная кожа и вы не наносите никакие крема, то увлажняйтесь вот такими спреями. И вы увидите разницу. Кожа-бархат. Так, еще у меня закончился карандаш. Для бровей очень классный. Чем я люблю такие карандаши? Это тем, что они вот так выкручиваются. Это суперудобно. Ну тут чуть-чуть осталось, но я его уже на выброс. Потому что новый начала. У меня сейчас новый. Он тоже появится в обзоре скоро на Beauty YouTube канале. Тут с одной стороны карандаш у меня, а с другой щеточка на новом. И это суперудобно. И я тут решила уже с ним попрощаться. Вот. Ну вообще, если что, Full John. Не знаю, это все, знаете, либо с Алика, либо с Валберис. Сейчас там очень много всяких брендов. Не знаю, реально ли его найти. Но если что, по названию, наверное, можно. Так, дальше. Это коробочка от капсул. Ну тут такие, короче, получается 10 или 12 было отдельных капсул. Это для волос средства. Это Farmstay. Корейский бренд. Достаточно популярный. Он мне вообще нравится. Я многие средства косметические для лица покупаю от этого бренда. Вот написано, кстати, 10 штучек здесь было. В общем-то, мне очень понравилось, как работает это средство. Это филлер для волос, который действительно делает ваши волосы просто потрясающими. Как после салонного ухода. Я хочу еще попробовать другой такой синенький, тоже популярный. Но вот эти красные такие капсулки. У меня еще осталось одна или две. Я их просто там у себя сложила уже на полочку. Я сейчас вам покажу. Потому что они могут и поштучно продаваться. Это вот оригинальные. С керамидами. Очень качественные волосы блестят. Расчесываются идеально. И еще мне нравится этот филлер брать с собой порционно в поездку. Если это поездка недолгая, то на два мытья головы, в общем, хватает одного. Потому что он разводится один к одному с водой. И он такой, прям как маска для волос или бальзам для волос. Я его тоже использую. Очень такой мощный. Хорошо увлажняет. И даже на мою длину хватает половины одной вот этой капсулы. Поэтому очень классная штука. Как для дома, для ежедневного использования. Как для путешествий. Вы не узнаете свои волосы. Однозначно рекомендую. Это на Wildberries я покупала. Поищите там. Сейчас покажу. Где-то у меня была одна штучка. Да. Вот он стоит целенький еще. Вот такой филлер. Они бывают разные. Вот я хочу голубой, синенький попробовать такой. Ну вот красный просто шик. И аромат невероятный. И волосы на высоте качества. Что имейте в виду? Все обратно в пакет. Чтобы протекло. Надо будет это все выбросить. Так, что еще? У меня здесь вот такой консилер. Я его больше использовала не в качестве консилера, а в качестве корректора. Потому что цвет темноват. Я брала два. Посветлее и потемней. Ну и этот использовала как корректор. Либо пользовалась им летом прошлым, когда кожа была уже загорелой. Но все равно, прям на все лицо это было темновато. Оттенок 0,4. Ну я его и брала в качестве корректора. А светлый в качестве основного. Светлый у меня уже закончился. Вот этот оставался дольше. Ну потому что корректор так часто, ну в таком количестве все равно не используешь как консилер. И его понятно на дольше хватило. Здесь 6 миллилитров. И я его купила из-за вот этой вот губки, из которой средство выходит. На самом деле не особо удобная система. Куплю еще раз такое, я не знаю, куплю ли. Где заказывала тоже я что-то не могу уже припомнить. Скорее всего это был либо Алик, либо Вайлберрис. Потому что на iHerb, вот это Макфи, она мне знакома. На iHerb такого точно нет. Значит, либо Алиэкспресс, либо Вайлберрис. Скорее всего Алиэкспресс, судя по названию. Вот, ну прикольное средство. Я думаю, такие можно найти и просто в Магнит Косметик с этими пуфиками. Все их пробовали, просто интересно. Но на самом деле система не особо удобная. Вот, может быть когда-то по настроению ее куплю еще раз, но пока не планирую. Вот, сам консилер по качеству был хороший. Так, еще что. В утилу уходит моя расческа, которая мне очень нравилась. Но видите, что случилось, я ее то ли уронила во время переезда, то ли она повредилась. Я не знаю, что случилось. Ну, в общем, облезла краска и под низом такая вот она страшненького зелененького цвета. Я решила поменять ее. Поменяла на другую. Заказывала на Вайлберрис подобную расческу. Новую. А эту я покупала в фамилии. Она была в таком, в коробочке пластиковой. Ну, она, видимо, какая-то брендированная. Может быть не супер популярная, но все-таки какая-то брендированная. На Вайлберрис, конечно, я думаю, это вообще просто расческа. Но по сути работают они похожи. Единственное, что зубчики у меня сейчас другие в расческе. Я вот сейчас покажу вам. Внешне они абсолютно одинаковые. Одинаковые размером, как видите. Так что на Вайлберрис можно заказывать. И все будет хорошо. Здесь зубчики достаточно редкие. Вот. А вот здесь зубчики, посмотрите, какие частые. Если сравнить, они чуть ли не два раза чаще. Я сначала засомневалась, будет ли это удобно. Не будет ли она застревать в волосах. Но нет. Она прекрасно распутывает как сухие, так и мокрые волосы. Собственно говоря, эту расческу я использую для мокрых волос преимущественно. Либо когда делаю хвост в пучок, потому что идеально гладко получается. Вот. Так в быту я пользуюсь деревянной расческой, потому что это тоже очень полезно. Но вот эта массажка, она незаменима как для причесок, так и для того, чтобы прочесать мокрые волосы. Например, распределить бальзам, либо филлер, либо когда уже сушите, это для укладки она подходит. Это просто шик. Выбрала белую, ну потому что у нас в ванной преимущественно все белого и черного цвета. И я подумала, что какой-то более нейтральный цвет будет лучше. Вот. Просто когда я выбирала эту, там особо не было вариантов. Была розовая, фиолетовая. Ну, там несколько таких каких-то стандартных цветов. И я почему-то взяла фиолетовую. Но она мне прослужила, она достаточно хорошо выглядит, с учетом, что она мне прослужила, наверное, 4, может быть, даже 5 лет. То есть этой расчески много лет, но при этом, посмотрите. Да, зубчики, конечно, чуть-чуть в разные стороны, так сказать. Как знаете, как на старой зубной щетке. Но свои функции она выполняла. Больше эстетически захотелось ее поменять. Вот такие дела. Сейчас я вам покажу, как выглядит другая расческа. Деревянная, которую я пользуюсь. Я ее заказывала, кстати, тоже на Wildberries. У нее не только деревянная ручка, но и сами зубчики. Это важно. Так волосы абсолютно не электролизуются. И на ежедневной основе утром и вечером обязательно вот этой массажкой расчесываюсь. Это очень полезно для волос. Именно деревянная щетка. Все, кстати, подобное, только без ручки. Вот такой более маленький, компактный вариант. У меня дорожный всегда с собой в путешествиях. Потому что без этой расчески, ну, я не представляю, как можно жить. Она очень удобная. Так что рекомендую попробовать. Так, дальше, что у меня здесь? О, может, это вот это пролилось, кстати. Тут увлажняющая мылопенка. Мылопенка, концентрат от Дьюти Бокс. Если кто еще не слышал о Дьюти Бокс, прям так и наберите на Wildberries вот это название. Очень классное концентрированное мыло. Оно полностью натуральное. Его можно использовать даже детям. Это экологический натуральный продукт. Очень приятные ароматы. И надолго хватает. Я купила прошлой весной. И я использовала только половину за год. Я, честно говоря, не ожидала, что так надолго будет хватать. Я думаю, полтора-два года точно хватит. Там получается 10 вот таких флакончиков мыла, концентрата. И каждого было по два аромата, в смысле. То есть пять разных ароматов, по две повторяшки. Это вот цветущая олива. Ну, все ароматы, знаете, прям такие вот, ну, люксовые. Очень приятные, как в хороших, дорогих отелях. Вот именно ароматы, они, конечно, молодцы. Постарались, сделали классно. Это мыло-пенка. Вы заливаете, там прилагается дозатор. Вы заливаете в дозатор эту мыло-пенку и пользуетесь. Натурально, классно. Я заменила даже гель для душа этим средством, потому что очень приятно. Хотя изначально просто для рук покупала. Но эти ароматы, они так и манят. Пользоваться именно регулярной основе. Так, сейчас я покажу. Вот оно у меня стоит здесь. Это мыло. Я заказывала со стеклянным дозатором. Да, он чуть дороже, но несущественно. Там есть разные пластиковые, с разными картинками. Вот, при нажатии вы получаете вот такую шикарную пенку, которая вкусно пахнет, прекрасно очищает, вообще не сушит кожу. Вот, для тех, у кого кожа сухая или слишком чувствительная, попробуйте это средство. Оно просто невероятное. Ой, а запах просто кайф. Вообще, руки пахнут чистотой и роскошью. Такой кайф. Идеально. Так, ну что, последнее на сегодня в пустых баночках. Баночка, так сказать. Тавтология получилась. Это крем для рук от BioAqua. Я очень люблю BioAqua. Это популярный азиатский бренд. Он впервые мне попался на Алиэкспресс, но сейчас я использую, его покупаю и на Wildberries. Он сейчас много где есть. Поэтому, ну, рекомендую попробовать. У меня и масок много от BioAqua. Вообще, этот бренд, обратите на него внимание. Вот, крем для рук понравился. Здесь 60 грамм. Брала его с собой в путешествия. Потом уже, когда осталось чуть-чуть, чтобы он не валялся. Он, когда вот так лежит, он просто размазывается по банке. Его не допользуешь. Я его вот так поставила и допользовала. Похоже на тюбик зубной пасты. Но его тут достаточно много. И если вы не любите крема с яркими ароматами, то здесь он очень нейтральный, свеженький, нежненький. Практически незаметный. Вот. Хороший крем для рук. Мне понравился. Но пока у меня есть крема. Новый заказывать не планирую. Но вообще, этот точно можно порекомендовать. Он очень быстро впитывается. Такая легкая консистенция. Он нежирный. Мне это понравилось, что ты намазал руки и сразу же можешь чем-то заниматься, потому что он молниеносно впитывается. Вот. Это класс. Все, собственно говоря. Вот такие были на сегодня пустые баночки. И на этом я и влог буду заканчивать. Всем прекрасного дня. Спасибо, что посмотрели этот влог. И всем пока-пока.